друзья всем привет сегодня я предлагаю приготовить наполеон это очень быстрый и простой рецепт начинаем берем два яйца вбиваем их раз 2 добавляем сюда же 3 столовые ложки сахара 1 2 3 3 столовые ложки муки 1 2 3 у меня здесь было и это все перемешиваем однородной массой чтобы у нас не было вообще никаких комочков никаких крупинок все уже однородная без комочков без крупинок отставляем берем 600 миллилитров молока и разогреваем молоко до горячего состояния чтобы она не подгорела его нужно постоянно помешивать пока она разогревается когда молоко нагрелось градусов где-то 55 60 выключаем и снимаем его с огня по чуть-чуть вводим его в нашу массу вот это вот потихонечку главное чтобы не сварились желтки но если желтки сварятся как говорится крем начнет браться хлопьями ничего страшного можно потом перебить это миксером и все разойдется но по чуть-чуть вводите ничего страшного не произойдет все у нас осталось уже почти ничего как говорится в кастрюльке поэтому берем вот так вот чтобы баллонникам там и выливаем потихонечку оставшиеся молоко у нас получилась однородная масса теперь чем мы делаем дальше мы берем это все и обратно ставим на плиту и выливаем все обратно в кастрюльку что очень важно когда варишь крем во первых постоянно помешивать чтобы ничего не подгорело во вторых говорится нагрев должен быть умеренный не сильный то есть где-то на пятерочки шестерочки варим до того момента пока крем не станет загустевать здесь тоже очень важно постоянно мешать и на небольшой температуре чтобы не сварились яйца чтобы крем нагревался постепенно и вот он когда стал такой как густая густая сметана мы его выключаем берем 100 грамм сливочного масла и сюда его вводим поп и все это тоже перемешиваем сюда добавляем еще два грамма ванильного сахара ванилина все смотрите какой получился он сейчас остынет и будет еще гуще станет потому что там сливочное масло оно начнет загущать крем готов чтобы он не взялся никакой пленочкой сверху да мы ему мы его накрываем обычной пленкой в контакт чтобы не было никакой прослойки воздушной и отставляем его охлаждаться чуть-чуть друзья ки крем наш готов берем форму 19 сантиметров и вот наш секретный ингредиент то что нам заменит коржи и тесто это слоеное печенье можете взять любое слоеное печенье я форму нашу застелил пленкой для того чтобы потом было удобно доставать торт мы берем наше печенье и вот так вот на дно выкладываем первый слой там где не влазит целое печенье мы его ломаем и вставляем первый корж как говорится у нас готов и берем крем 1 2 3 4 и размазываем дальше берем выкладываем следующий слой и снова крем 5 размазываем все теперь что мы делаем теперь мы берем остатки печенья досточку берем остатки печенья складываем пакет и легкими но уверенными движениями делаем крошку и начинаем украшать наш наполеон готов друзьяки 28 минут у нас ушло на то чтобы приготовить наполеон это быстро легко и просто теперь мы оставляем его остывать чтобы он остыл был холодный при комнатной температуре еще минут 15 и потом ставим холодильник желательно на ночь но в идеале хотя бы часа на три на четыре чтобы масло сливочное загустела чтобы крем загустел и он был цельный встретимся с вами через четыре часа а для вас это вот сейчас друзьяки и вот прошло каких-то там четыре с чем-то часа четыре с половиной где-то наполеон настоялся теперь попробуем его достать и попробовать попробуем достать и попробуем попробовать короче достаем открываем он такой плотный застыл и так отрезаем кусочек на пробу пусть он мягкий пропитался класс пить 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 5 пропитался класс попробуем на вкус интересно чё же получился этим нежным пропитанный наполеон офигеть друзья друзьяки это очень вкусно быстро и недорого на его приготовление мы потратили всего лишь 28 минут и обошелся нам он всего лишь 2 доллара 38 центов guys 2 доллара 38 центов всего лишь стоит ли его приготовить конечно я буду готовить это дома потому что это очень просто друзья готовьте дома кушайте вкусно с вами был роман щегло канал время деньги еда приятного аппетита